всем привет дорогие друзья продолжай прохождение игры ведьмак и в общем зашел трактир здесь оказался зал танк и с ним нужно точнее него нужно перепить попробуем сколько же надо выжрать то уже опьянение пошло надо наверно что-нибудь покрепче что так давайте такое невероятно меня перепил старик это было непросто черт когда-то я поклялся на этом самом камне что ни один человек никогда меня не перепьет алмаз это я принять не могу и я не человек добери уже твою получена алмаз так где этот алмазик это красный метеорит это не алмаз но хорошо а нет вот алмаз а красный метеорит откуда я так не понял можно продать ладно нам нужно встретиться с той девушкой которую мы тогда спасли я забыл как ее зовут возле мельницы я сейчас отправляюсь в общем-то на поиски мельницы как ее найду потому что я не знаю где здесь эта мельница проклятая вот как ее найду пойду к костру и буду ждать заката так а вот и мельница меку а вот рита шапочка здесь ну наконец-то я боялась что ты уже никогда не придешь от этого места у меня просто мороз по коже ты вина принес как я просила так какое вино у меня есть только красное спасибо теперь мне не так страшно так что ты покажешь мне мельницу конечно я покажу тебе все что только захочешь там нужно пропускать вперед у меня наверное не стоит этого делать я могу испачкать свое платье не бойся ведьмаки умеют справляться и с этим смотри куда прешь идиот что такое на старой мельнице снова монстр надо бы видимо к нанятие мага какого чтобы посмотреть да разве же их найдешь когда они нужны поживем увидим монстр не волк в лес не убежит зачем людьми рисковать хороший монстр так я теперь хочу туда зайти посмотреть ну давай заперта хороший монстр да так ну что там микула было я хочу узнать что у него вообще есть ага я нашел эти необычные не знаю что спокойно миг преподобный говорит сжег кости но мне кажется что ты заливаешь то я бы никогда не бойся видишь ли я тоже играю золото мне рассказал ну ты меня и напугал ведьмак заходи иногда поиграть скучновато тут просто так целый день торчать ну и все выиграл я его я выиграл у микула буду искать других противников теперь 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 контракт на гулей понятно контракт на утопцев отлично в смысле мне нужно достать для преподобного мозги трех утопцев храм вечного ну понятно значит на набережную еду костру и жду полуночи вот и полночь осталось только этих утопцев найти мне кажется самый большой берег это там чуть подальше а вот отлично доставай теперь надо останки собрать давай 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 бери а мне нужно зайти к к преподобному стоп мне кажется да да их здесь больше чем я думал так отходим ага задание выполнено как 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 приветствую вас на энд хойне с его от кэрн тебе нас не запугать ведьмак где хорен брок он обещал нам у него должен быть для нас товар от говенкаров спокойно хорен ничего о вас не говорил я охотился на утопцев ваттэлнаэн ты не аэнсейдхэ но и не мерзкий дхойне ты нам не враг мы просто заберем оружие и уйдем с миром это товар хорена прости аэнсейдхэ но я не позволю тебе близко подойти к этим ящикам слушай меня внимательно ваттэлн в нашем отряде 20 эльфов наши братья страдают от голода и болезней в этих ящиках еда лекарства и оружие мы заберем их сейчас мы ведь не можем каждый день так близко подходить к стенам вазимы я догадываюсь к чему ты клонишь правильно догадываешься у нас нет выбора но у тебя есть какой вариант выбрать давайте первый хорошо забирайте товар мы тебе заплатим мы ведь не преступники у нас есть немного золота шкур и трав мне хватит и золото держи золото самое необходимое мы заберем сейчас а за остальным вернемся позже утопцы больше тебя не побеспокоят вафейл вадхерн прощай теперь надо еще к харону вернуться а вот сейчас надо с хароном поговорить ведьма я убил утопцев а еще я встретил эльфов эльфов? не знаю никаких эльфов они ждали тебя кто они? скоятаэли или по нашему белки юные борцы за свободы нелюдей за содействие им тут же отправляют на виселицу сдашь меня будешь болтаться со мной рядом я буду хранить молчание но если это так опасно почему ты с ними связался надо же как то зарабатывать на хлеб как бы то ни было свою работу я сделал значит мой товар в безопасности я недооценил тебя ведьмак кстати а что стало с теми эльфами? мы с ними немного поболтали они сказали что вернутся за товаром со всем своим отрядом со всем отрядом? для них небезопасно приближаться к Визиме если бы кто-нибудь сообщил об этом куда следует что ты хочешь этим сказать? за голову каждого скоятаэля дают приличную сумму ведьмак но лучше забудь все что ты здесь слышал держи свое золото меня это не касается мне нужны мои деньги и расскажи мне о саламандрах держи золото саламандры они собирают дань жителей деревни посмеешь ослушаться перережут глотку или подожгут дом где мне их найти? спроси у преподобного он сам решит что тебе стоит знать лично я бы не возражал если бы ты с ними разобрался прощай ну? новый уровень задание выполнено а там Золтан что-то еще диалог с Золтаном был у тебя есть еще работа для ведьмака? вполне возможно этот сверток нужно доставить в Визиму в таверну под кудлатом Мишкой человеку по имени Кирпич и никаких вопросов давай мне сверток я доставлю его кирпич с тобой расплатится меня прислал наш общий друг Золтан так он и тебя на крючок взял? проворный коротышка ты понятия не имеешь во что ты ввязываешься это ведь пострашнее физштеха расслабься я играю только тогда когда захочу все вы так говорите так как сыграем? а нет проверяем что вы наклеите может быть вы не успеваем не что вы не а вот я и выиграл я выиграл у харона буду искать других противников я поищу лучших соперников да так ну что у него больше диалогов нет нет а кстати я могу в медитацию уйти что я могу сделать ласточка готова масло от призраков вот филин вот пойдем стоп белая чайка что дает легкий ведьмачий галлюциноген ну ладно белую чайку тоже пурга рефлексы кошку тоже нужно дальше три таланта интеллект выносливость где у меня там 10 алкоголя минус 50 процентов пригодится иммунитет к ядам пока не надо с ловкостью что отбивать стрелы отражение удара плюс 10 открывать доступ ко всем прием рукопашного боя ну пока не надо наверно да и стрел я здесь пока не видел перепел алкоголь нет это не не надо отражение удара 10 восстановление здоровья вот этот наверное полезная фича знака шанса без оружия противника нокдаун 25 угол мощный знака 25 блин я конечно лучше что-нибудь здесь вкачал кровопотери 15 силовой стиль сделаем так потом со временем нужно будет переходить на прокачку серебряного меча контракт на утопцев надо теперь крепко к преподобному попасть почему я свежее мясо покупаем ты ведьмак откуда ты знаешь невежливо отвечать вопросом на вопрос был тут один типа тебя преподобный рассказал кто это был но имя я так и не запомнила но знаю что он хотел попасть в город его пустили его пустили в зиму не знаю он разговаривал с преподобным возможно священник помог ему что-нибудь еще знаешь о ведьмаке помимо того что рассказала нет таком случае расскажи еще что-нибудь это мясо как-то подозрительно выглядит откуда ну так ты нюхать будешь или покупать невежливо отвечать вопросом на вопрос не твое дело откуда я беру не хочешь покупать дай пройти другим клиентам нормально он ее нормально он ее осадил расскажи мне о другом ведьмаке мне мало что известно в таком случае повтори то что ты мне уже рассказывала побродил какое-то время здесь потом поговорил с преподобным наверное священник дал ему работу но очень скоро ведьмак ушел у него был очень настороженный вид словно он чего-то боялся спасибо а с торговли что она только еду покупает ясно все давай счастливо столько животных дохнет от этой чумы как же мне теперь прокормить детей хватит болтать времени нет так прокормить может быть вот так вот я ничего не знаю кроме старых сказок я с удовольствием их послушаю мои внуки больше всего любят истории о плавунах например эту о дочери мельника когда ее возлюбленный предпочел ей другую она обвязала шею веревкой другой конец привязала к жернову и бросилась пучину вот когда тонет кто-то охваченный великой страстью или огромным желанием он в результате поднимается из глубин и становится утопцем то же случилось и с дочерью мельника каждую ночь она возвращалась и преследовала живых и так продолжалось до тех пор пока рыцари пылающие розы не дали ей вечный покой орден пылающий розы уничтожает чудовище да рыцари ордена защищают нас от всех этих жутких созданий и ничего не просят взамен да уж нечестная конкуренция я бы не назвал это конкуренции да вот он преподобный говори быстро говорят церковь вечного огня платит за утопцев если предоставишь доказательства что ты их убил вот голову утопцев где моя награда держи и да светит твой путь вечный огонь я получил вознаграждение сторону всего пойдет я хочу войти в город но мне понадобится пропуск знаешь что нибудь про такой преподобный такие пропуска только у рыцарей ордена но как капеллан вечного огня я получил один такой на хранение могу я его получить ты чужак бродяга ты с ума сошел ты жрец вечного огня да 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 что даже скажи я про тот еще говори до встречи так часовни это потом в таверну хвосты саламандра тяжелое наследие а пещера под стенами туда я в принципе на следующем видео и отправлюсь вам дорогие друзья на этом я заканчиваю это видео не забывайте ставьте лайки подписывайтесь на канал всем пока